Мы читаем Зоар народу, Берешит, первая часть, статья «Сотворение мира», параграф 229. Смотреть нас можно по КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут заданы в течение урока в прямом эфире. Зоар, «Сотворение мира», 229. Зоар, «Сотворение мира», 229. В этом объединении выходят Сыны Израиля из изгнания. Если мы объединяемся между нами, если мы хотим быть как один человек с одним сердцем, если мы хотим быть в соответствии этому свету, то он воздействует на нас правильным образом и начинает нас поднимать. Мы должны как бы вот из этого места, в котором мы находимся, постараться сконцентрироваться в одной точке, и свет, который воздействует на эту точку, начинает поднимать нас по ступеням. Так давайте постараемся сконцентрироваться в эту одну точку. Десятью речениями был создан мир, ибо в действии начала творения десять раз упомянуты слова и сказал всесильный. «Барешит Бара» тоже считается речением. Таким образом, есть десять речений. Но есть утверждающие, что одним речением был создан мир, поскольку сказано «Словом Творца созданы небеса». И есть утверждающие, что отрывок «Ибо Он сказал и свершилось», «Он повелел и установилось» является единственным речением. 230. А есть утверждающие, что не то и не другое, не десятью речениями и не одним речением, а одной буквой был создан мир. И это буква «Гей», без речения. И об этом говорится в Зоор от имени Раби Элязара. И теперь Зоор приводит слова Раби Элязара дословно. «И говорит он, что одну букву взял Творец от имени Своего, то есть от имени Авая, и этой буквой Он создал мир». Как сказано, «Кто подобен Тебе среди сильных, Творец?» То есть, кто способен создать мир, подобно Тебе, одной буквой? 231. Отсюда следует, что буквой «Гей» и «Меня Вая» был создан мир, именно одной буквой. И в таком случае, как объяснить отрывок, «Ибо Он сказал и свершилось», «Он повелел и установилось». И также отрывок «Словом Творца созданы небеса», из чего следует, что речением был создан мир. «Однако, для того, чтобы проявить мир, Он был создан буквой «Гей», но Творение не могло раскрыться, и должен был раскрыться буквально каждый. То есть, по отношению к каждому, должны были раскрыться действия и силы, соответствующие Ему. И для этого необходимо было речение. 232. Весь мир в целом и все их порождения были созданы в одно мгновение. В один час были созданы, и в один день были созданы. Как сказано, вот порождение неба и земли, при сотворении их, в день создания Творцом Всесильным. Именно в тот день, и в тот же час, и в то же мгновение. 233. «Прежде чем Творец создал мир, был Он и Его имя едины. И не было ничего, кроме Него. И Он задумал создать мир, но создал прежде тысячу миров. Как сказано, тысяча твоя, шломо, это хохма, называемая тысячей. А затем Он создал другие миры. И поэтому Он создал сначала тысячу миров, являющихся свойством хохмы, с тем, чтобы сообщить сначала, что все в сравнении с Ним словно не существует». 234. Если кто-то хочет спросить, пожалуйста. В статье буквы написано, что буквой «Б» создан мир, а здесь написана буквой «Г». «Браха» — это благословение, а здесь буква «Г». Это верно. Потому что здесь... Вопрос хороший. Здесь идет воздействие от Творца и Килим Творения. То, что Он дает, и то, что в Творении отпечатывается от Его воздействия, это буква «Г». Чем Творец, если можно сказать, воздействует, ведь мы и должны говорить о чем-то, ведь Он сам по себе скрыт. И то, что мы получаем, в какой форме мы получаем, в какой модели мы получаем Его воздействие, это в букве «Б» — «Браха» — «Благословение». Да. Ну, вопрос правильный. Да. 234. «Алев» — это первая из букв, потому что вначале Он создал тысячу, элев, миров, которые предшествовали остальным мирам. Потому что «Алев» указывает на тысячу, элев, а затем «Обитель», «Байт», который указывает на создание неба и земли. И он был в свойстве Хасадим, как сказано, «Думал я, мир милости устроен». Вначале говорится о троне величия, о котором сказано, тысяча тысяч служат Ему. А после него остальные ангелы и земля, являющиеся обителью, «Байт» — «Мира». А после него «Гимел», то есть «Эденский сад» — «Ган-Эден», являющийся вознаграждением праведником. Затем «Далет» — «И это человек, состоящий из четырех сторон света». 235. «Силы суда окружали бездну, и бездна поднималась и опускалась, и одна буква распространялась в трех видах ее свечения над бездной, и бездна успокоилась. Как сказано, «И Дух Всесильного парил над водами». Бина называется морем, и свойство Малхут, которая поднялась в бину и создала там новое окончание в месте бины, этой бины, то есть в месте бины моря, называется бездной. Когда Малхут снова выходит из свойства бездны, образуется левая линия в бине, и тогда возникает спор между правой и левой линиями. И когда усиливается левая линия, они поднимаются в небо, а при усилении правой линии опускаются в бездну. В момент, когда выходит левая линия в бине, силы суда окружали бездну. Как сказано, они поднимаются в небо, опускаются в бездну. И бездна поднималась и опускалась. Когда усиливалась левая линия, они поднимались в небо, а при усилении правой линии опускались в бездну. И это продолжалось до тех пор, пока одна буква распространялась в трех видах ее свечения над бездной. То есть Зейранпин, который поднялся в бину и соединил правую и левую линии бины друг с другом, и вышли там три линии над бездной. И бездна успокоилась. То есть тогда успокоилось разногласие, которое было над этой бездной. 236. Сказано, видели тебя воды, Всесильный, видели тебя воды, ужаснулись и также содрогнулись бездны. Видели тебя воды, это указывает на Зейранпин, среднюю линию, который уменьшил левую линию, имеющуюся в водах бины, и соединил ее с правой. И тогда ужаснулись и также содрогнулись бездны. И прекратив свою войну друг с другом, они объединились и успокоились. 237. До создания мира было тысячи миров, и сияние величия его распространилось и создало миры и разрушило их, то есть при разбиении Келим, мира Некудим, пока не возникло у него желания создать мир исправления. И распространились для буквы имени его, то есть Хеттер и Хохма, и он поддержал их, чтобы не отменились. А две другие, то есть Бина и Зейранпин, утвердились наверху, в Гарбины, и внизу, в Вакбины, одна внутри другой. Он утвердил одну, и она стала тремя, утвердил другую букву, и она стала двумя, пока они не достигли десяти. Распространились эти десять и стали тридцатью двумя, ламет-бет, путями Хохмы. И эти распространились в начертаниях своих еще в десять и стали сорока двумя, мем-бет. Отныне и далее, тот, кто созерцает, должен созерцать со страхом в сердце, перекроется и не раскроет ему. И об этом сказано, «Я Творец, это имя мое, и величие моего другому не отдам, и славы моей идолам». И сказано, «Не делай себе ни извояния, никакого-либо изображения». Разбиение келим мира на кудим произошло по причине раскрытия внутренних абава-има, являющихся свойством Хохмы прямого света. И поэтому, во время выхода Малхут из Бины и возвращения света Гар, сразу же протянулось хохма сверху вниз в Беа. И эти келим разбились и стали мертвыми. Потому что, если кто-либо выходит из одного мира в другой, это считается для него смертью. И поэтому, после разбиения келим, когда Создатель установил десять сверот мира Ацелут, он скрыл внутреннее абава-има, Хохму прямого света, и перекрыл ее в рожь Ариханпена, таким образом, чтобы она оттуда вообще не раскрывалась нижним. И эти абава-има, которые установились в Ацелуте, вышли в свойстве Гар-бины, называемом чистый воздух, авирадахи, то есть в свойстве Хасадим без Хохмы. Ну, сейчас мы перейдем немножко к ТЭС, учение десяти сверот. Мы должны изучить эту статью взор отдельно. Здесь тридцать седьмой пункт. Здесь дается очень хорошее объяснение гар Ацелута, который управляет нашими душами. А пока что мы перейдем к ТЭС, девятая часть, вопросы. Переходим к следующей части урока. И начнем с КУВ-ВАВ.